ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. О новой форме поддержки многодетных семей, у которых есть автомобиль, заговорили в Совете Федерации. Один из сенаторов предложил раздавать таким россиянам талоны на бензин. В месяц не более 30 литров. Парламентариям данная идея понравилась, но одни из них сочли, что 30 литров маловато, а другие заявили, что реализовать ее будет сложно. ТРАССА 101 С марта следующего года в нашей стране повсеместно собираются внедрить систему автоматического распознавания транспортных средств, на которой не оформлен полис ОСАГО. Это практикуется сейчас в некоторых регионах. Сообщается, что камеры смогут штрафовать не имеющих автогражданку водителей не более одного раза в сутки. Сумма взыскания – 2000 рублей. ТРАССА 101 Автоваз заявил о восстановлении спроса на «Лады». Объем продаж в апреле этого года превысил показатель аналогичного периода 2020-го в 4 раза. Верится в это с трудом, потому как с начала прошлого года продукция Тольяттинского завода дорожала 9 раз. Некоторые комплектации за это время прибавили в цене сотню и более тысяч рублей. Наиболее популярной остается «Гранта». Далее идут «Веста» и «Ларгус». Цены на них сейчас начинаются соответственно от 520 тысяч, от 744 тысяч и от 725 тысяч рублей. ТРАССА 101 Самым полезным автогаджетом российские автолюбители считают видеорегистратор. Он имеется почти у двух третий водителей, опрошенных порталом «Автору». Кстати, доступность регистраторов заметно выросла. Некоторые модели в обычных магазинах стоят менее тысячи рублей. Второй по популярности оказалась камера заднего вида. Далее идут «Парктроник» и электрический компрессор. А вот востребованность радар-детекторов снизилась. И неудивительно, многие в дороге сейчас пользуются мобильными приложениями, где указано местоположение дорожных камер. ТРАССА 101 А «Тойота» показала прототип своего первого серийного электрического кроссовера. Машину, очень похожую на RAV4, нарекли замысловато – BZ4X. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Известно, что она будет иметь либо один, либо два электромотора. Штурвал вместо рулевого колеса, цифровую приборную панель, большой сенсорный экран. Массовый выпуск модели японцы собираются начать примерно через год. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова